Отсутность в установках охоты здоровья от нольковых подыходов до набытя продуктов харчевания и нерациональное выкористание бюджетных сродков при проведении закупок. Такие факты выкрыты представниками комитета Держконтроля у Гродинской области. Эксперты констатуют, цены на продукты, что поставляются у больницы, нередко бывают неоправданно завышенными, а Держзакупки ожидаются с порушением законодавства. Владимир Лобан об наденности проблемы и шляхах ее вырошения. Цена за килограмм чая 7,5 до 16,5 рублев, сметанкового масла от 8 до 15. Специалисты комитета Держконтроля подлечили, цены при закупках продуктов больницами в области истотно одрозниваются. У некоторых установок зафиксованы просто недопущальные факты. В одной из больниц по проведению электронного аукциона по закупке вареной колбасы выиграла одна посредническая структура. Аукцион был проведен в соответствии с законом. Выбрали победителя, однако цена получилась на 30% выше, чем могли бы купить у местного производителя. Тем самым получается то, что из бюджета больше требуется денег на питание пациентов. Экспертами вызначена еще одна негативная тенденция. Контроль за реальной колькостью пациентов и колькостью страу, которые для них готовятся на харчблоках, далеко не заусюду наладжены належным чином. Это так само приводит до нерационального выкористания бюджетных сродков. И такие выпадки показали проверки в регионе далеко не одинковые. С утра до обеда идет выпись ко пациентов, особенно это характерно в пятницу. На пищеблок не давались, но не всегда корректировались сведения медицинским персоналом. И соответственно при уменьшении количества пациентов они не уменьшали количество продуктов питания, необходимое допустим на ужин. И таким образом в одной из больниц только за 8 месяцев 2018 года было приготовлено порядка 512 лишних порций и выдано. По подсчету это стало около 400 рублей. Соответственно таким образом нанесен ущерб учреждению и госпредприятию. В связи с этим простойники комитета держконтроля выступают шерохом пропанул. Унести законодавчую измену механизмы закупки больницами продуктов, а на мясцовом узроу не переглядеть методику харчевания пациентов. А кроме того, у региона плануется провести серию семинаров, які допомогут выпрацвать однолького подыхода до харчевания хворых во всех медицинских установах в области.